Слушай, Лёшка прям стал на камере сильный краснеет, мне кажется. Это очень забавно, когда огромное чудовище учит себя делать то, что может делать огромное чудовище, и ты в какой-то момент пропитываешься этим и думаешь, что ты это сможешь сделать. Муха, которая сейчас движется по моему экрану, передвигается быстрее, чем эти бойцы. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Спорт Кастл. Сегодня у нас гость Светлана, капитан женской команды Альфин. Дельфин. Команда Дельфин, да. Женская команда Альфин, человек, который дерется на алибардах в один на один, и заняла даже первое место в России по алибардам. Это очень важно для меня как тренера. По алибардам. И я могу сказать еще, что сегодня будет очень интересный выпуск, потому что про женское СБ, которое мы боялись спросить и узнать, да? Сегодня мы, я думаю, узнаем даже больше, чем мы хотели. Короче, стоит признать, что женское СБ есть. И лучше мы вам об этом расскажем. Да-да-да, чем раздайте это от пацанов где-нибудь во дворе. Да, Гейт, лучше, говорит, вы от мамы с папой это узнаете, чем в интернете. Рассказывай нам, как вдруг ты тут очутилась в этом всем СБ, что тебя в этом привлекает и вообще зачем все это? Так, как я пришла в СБ? Как ты это увидела впервые? В славном городе Пскове есть такой археолог Сергей Салмин. Вот, и он вел для ролевиков фертование на текстолите, все как надо. Да, это прекрасный дяденька с белой бородой, похож немного на Мерлина. И он вел фертование. Кстати, фертовал он очень хорошо. Он помогал сшить всякие историчные вещи, преподавал двуручные, саблю, все на свете вообще. Вот, и вот после того, как меня через полгода перестали отбивать пальцы текстолитом, ко мне подошел как раз Игорь Лучник и предложил съездить. Ну, тебе же интересно, давай ты съездишь и попробуешь с настоящим доспехи мы тебя оденем, ты пойдешь, попробуешь что-нибудь поделать. Я говорю, да, конечно, давай. И вот так вот я поехала на первый СОИ исторический фестиваль. А что это за фестиваль был? Из Борск это было. Какого года? Отъехали, значит, отшло. Железный град. А отшло, а не 10 километров? Ну, не 10, 30. А, это под пшколом, да? Да, конечно, в Железный град. 30 километров под пшколом. Вот. А в каком году? Не в том году, когда была бочка? Нет, это уже позже было. Бочка была в 9-м году. Да, это было уже попозже. Действительно, все. Мне дали историчную одежду, мне дали оружие, мне дали померить доспех, мне дали подраться с мальчиком. Вот, мне было очень тяжело, но очень интересно, адреналин заливал глаза. Вот, и я поняла, что все сложилось. И потом я хотела тренироваться, и у меня очень спортивный подход ко всему. Я искренне считаю, что если ты хочешь чем-то заниматься, то нужно для этого тренироваться. Вот, и после этого возникли проблемы, потому что, оказывается, не все реконструкторы хотят тренироваться, чтобы драться потом на фестивалях. Вот, и, в общем-то, так мое начало было загублено. Будем честны, процентов 80 реконструкторов не хотят тренироваться. Так и реконструкторы вообще не продракивают. Ну, завлекали ты меня драками, понимаешь? А я говорю, а еще люблю этих новичков, которые поедут с нами, мы дадим тебе одежду, одежду, доспех и так далее. На этом 80% реконструкторов и остается. Они так и приезжают каждый год, ты им все даешь, а потом они как бы в этом всем функционируют. Очень удобно. Вот, и через какое-то время я поняла, что, к сожалению, тренироваться мне не с кем. Вот, и все. Я подумала, что надо заняться пока чем-то другим, раз эта тема не получается. Пошла в качалку, потом пошла на единоборство. А на какие единоборства пошли? Да, моя первая неделя прошла в том, что я ходила каждый день на новую тренировку. И к четвергу я пошла домой, легла на пол и заплакала, потому что я поняла, что что-то я не вывожу. Что все неплохо. Мне нужно выбрать все-таки что-то одно, и в итоге я выбрала ММА, как включающая в себя все. Что-то одно, что включает в себя все. Нет, я просто сходила на бокс, на тайский бокс, на грепплинг и на ММА. И поняла, что все-таки, наверное, становиться надо на ММА, потому что в нем есть все аспекты. И занималась потом четыре года, выступала по панкрециону и по грепплингу. В принципе, начинала занимать призовые места, но как раз в этот момент моя жизнь повернулась в сторону Петербурга благодаря одному известному человеку. Мне, мне. Да, да, да. Можно, да, неприличные шутки шутить? Конечно. Что я попала в ЭСБ через постель. Не только лишь каждый может попасть в ЭСБ через постель. Да, ну и, в общем-то, к слову, я когда начинала заниматься, мне была интересна алибарда, а на тот момент ее некому мне было показать. То есть, ну, что с ней вообще делать? И кроме того, что она такая будет красивая стоять возле забора. Не, ну, показать-то ей, конечно, могли алибарду, только на этом все. Так можно вопрос? То, твой интерес в алибарды, это тоже как-то связано с Алексеем? Нет, я изначально хотела... Который великий алибардист же весь мира. Изначально, когда я смотрела фильмы, читала книги, я всегда думала о том, что, ну, большая палка – это большая палка. То есть, ну, как... Гусара, молчать. Простите, да? Ты, может быть, исключительно... У-у-у! Все, все, все. Участское мнение. Вот так всегда. Поешь, многое, говорит, узнаешь после стольких лет. Слушай, Лёшка прям стал на камере сильно краснее. Мне кажется, это я просто... Свет сильно поднял. Света подчеркнула. Я просто сейчас я потру лицо. Это просто, понимаете, у меня внутри куча шуток, но я не могу их пошутить даже на муспе. Я спросила, можно ли шутить под такие шутки. А я в голове шучу их уже. До того, как ты, вот между тем, как ты дралась с текстолитым мечом и захотела драться, там, не знаю, в реконструкции ВСБ, ты смотрела какие-то видео, где все дерутся? Или ты вообще не знала про битву нации и ничего такого? Вот в момент, когда я попробовала драться в доспехе и какое-то время еще там походила на тренировки от клуба, ну, от которого проходили все эти мероприятия. От клуба и переручника, да? Да, клуб Орден Псковский. Вот. Я начала смотреть видео, я начала смотреть массовые бои, битвы нации. Это все, ну, это как, когда ты не играешь во что-то, да? То есть ты не играешь в футбол, там, или не играешь в баскетбол, и ты смотришь матчи. И да, ты понимаешь, как это все взаимодействует, ты понимаешь правила, но... Контекста нет. Да, но контекста у тебя нет, и ты как бы... Тебя это не настолько захватывает. Вот. И, кстати, в тот момент я как раз подписалась на Алексея, я подписалась на Уколова. И, да, я следила за боями, но, да, без контекста это совершенно другое. То есть, ну, я это поняла окончательно, когда только начала сама драться осознанно, а не просто, там, не знаю, когда красная пелена перед глазами. Все достали. И все. Ну, а потом переехала в Петербург. Да, потом я переехала в Питер и поняла, что, ну, как бы спорт... Ну, то есть я хотела этим заниматься, вот прекрасная возможность наконец-то этим заняться. Ну, с замечательным тренером. Он что-то съел с пола. И Леша был как раз первым тренером женской команды. Не то, чтобы он хотел этим заниматься. Ну, возможно, чуть-чуть шаг назад. Ты как-то начала. В Петербурге что было в зале? Ты присоединилась к команде или... И изначально, когда я смотрела, мне были интересны только командные номинации. То есть именно уже, ну, либо профбои, либо командные бои. Про фехтование я никогда особо не задумывалась всерьез. То, что после... Окей, после опыта в единоборствах, когда я поняла, что все-таки... Если тебе больше тридцати, ты выходишь на какие-то требующие больших усилий, физических нагрузок и морально-волевых бои, и когда против тебя выходит девятнадцатилетняя девочка, это очень большая разница. То есть, ну, я проигрывала по скорости. Я могла выигрывать по технике и по стратегии. Но я проигрывала по скорости и иногда по выносливости, просто потому что, ну, как бы девятнадцать лет и тридцать, это, ну, есть ощутимая разница. Молодость! Да, и я понимала, что мне больше интересна, например, борьба, именно потому что ударку я уже могу не вывести, то есть, ну, полноконтактную. Вот, и поэтому я даже как-то не рассматривала фехтование изначально. Вот, но потом, когда я начала изучать Олибарду, я поняла, что это как раз тот вид фехтования, который мне нравится. То есть, ну, а щит-меч и меч-баклер меня никогда особо не привлекали, простите. Давайте для зрителя я просто дам некое пояснение, почему вдруг щит-меч и меч-баклер, там, не знаю, в девятнадцать лет... Женщи не привлекают. Легче, чем Олибарда. Ну, это мы услышали чуть заранее, да, Олибарда же длинная и большая. Но дело не в этом. Дело не в разумею. Олибарды – это тяжелое инерционное оружие, даже при том, что фехтовальная Олибарда сильно легче, чем Олибарды, которые ходят в массовые бои. А она все равно инерционное и тяжелое оружие. Поэтому я бы сказал, что обладать достаточной силой, то есть силовыми, да, и аэробными навыками в девятнадцать лет, мне кажется, сразу не получится. Светлана, давай, извините, я тебя перебил, просто что-то понятно. Да мы уже про женские бои. Да мы уже четыре года вместе, Алексей. Почему тебя не привлекали дуэли поначалу на Олибардах, а потом привлекли? Вот этот вопрос ты освещала вроде. Но на этот вопрос я более-менее ответила? Нет. Недостаточно. Ответь еще. Подумай, ответь еще. Хорошо, теперь ты уже, ты нашла зал, где ты можешь заниматься то, что ты хотела. О нет, изначально, изначально я когда наблюдала за ИСБ со стороны. Пожалуйста, Светлана, как тебе, ну можешь провести какое-то сравнение там условное, как оно было в Пускове, там тренирующий процесс выстроен, там и... Сколько нужно было выпить пиво в Пускове, чтобы начать тренировать? Да, изначально, когда я пыталась тренироваться, как я думала тогда, что я тренируюсь ИСБ, вот, а теперь я понимаю, что это был скорее ИСБ-заменитель, а сейчас я действительно занимаюсь ИСБ. Дженерик. Да, я смотрела, как раз таки вы тогда открывали школу, которая сейчас... Восемнадцатый год, значит, это был. Да. Ах, счастливая. Да, когда вы открывали школу, я смотрела, как у вас отличный, огромный зал, как у вас много людей, как у вас там здорово, когда еще было много фоточек, видео. Кстати, как и сейчас, мы недавно вновь открыли школу ИСБ в Санкт-Петербурге. Примерно в том же месте. В том же месте, с тем же тренерским статом, даже лучше и красивее. Обязательно подходите к нам на тренировки. С расширенным тренерским статом. Ссылка будет в описании. Куча всего. Вот. Извини, продолжай. Вот, я смотрела на зал, смотрела, как это круто, когда у тебя в зале есть куча супергероев из ИСБ, которые тебе готовы посвятить время, силы и внимания. Вот. И думала о том, что, ну вот так это должно быть, а вот то, что у нас, ну это немного было, ну то есть у нас было, знаешь, небольшое количество спаррингов и небольшое количество отработок. Ну, короче, да, то есть, ну, ну, как бы, людям нравилось думать, что они тренируются. Все. Я тогда тоже думала, что я тренирую. Не будем убежать. Да. Что ж. Вот. И как раз вот, ну, я смотрела на школу ИСБ, думаю, блин, как круто и как здорово. И когда я туда пришла, все оказалось уже гораздо лучше и еще лучше и лучше, чем я представляла. Ну, вот. То есть, организованный процесс, разделение тренировок, то есть, ну, там уже какая-то сформированная база, как это все подается изначально. Вот. И да, я вот попробовала поддержать Алибарду и поняла, что он все-таки Алибарда мне больше нравится. Не ищет мечи и не... А, кстати, да, когда я начинала тренироваться на текстолите, я с саблей. Конечно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживает нас на Бусти. Ваша поддержка очень ценна и помогает нам продолжать создавать ролики и планировать новые интересные проекты для канала. Особая благодарность. Андрей Мирпсоворов Азорной Кабан Вадим Зубарев Санчо Пятница Совпал Евгений Костанечки Иракли Гугушвили Неизвестный Алфа-легионер Марф Мон Зико4966 Таня Тупелина Юля Этерион Reborn6541 Ребе Андрей Засимов Матечки Константин Злой Таргар Адам Перенос И Александр Хаменюк Дрэгон Дилл 18 Олд Снэйк Скал Клим Санч Кос 85 МОЗ Создатель Миров Андрей Боков Крайграфт Элидист Рина Малыш Юрий Яхтин И Антон Холодцов Чтобы выйдет и слышит свое имя во время наших выпусков Перейдите по ссылкам в описании и подписывайтесь на нашу страницу на Бусти. Конечно. Ты в ВСБ попробовал шить мяч вообще? Саблер Или это сразу? Нет, я имею в виду в зал. Школа ЕСБ в Санкт-Петербурге. Нет, я вынуждена попробовала одноручный топор, когда я сломала мизинец. Мне очень не понравилось, мне подумалось, что боже мой, какая бесполезная маленькая штучка. Что с ней делать? Маленькая штучка, большая штучка. Все нормальный женский подход. Очень женский подход, да. Ну, мне еще хочется добавить, что когда мы открыли школу УСБ, для нас, для самих стало неожиданностью, что стало много девчонок приходить. И даже сейчас у нас недавно был первый день за всю историю, когда девочек было больше, чем парней. И мне кажется, что это в том числе помогло в дальнейшем сформировать команду. Я хочу рассказать, как это произошло. Очень просто, на самом деле. У нас был такой великолепный СММщик Евгений. Евгений Семенов. Офигенный мега-СММщик. Он убрал галочку «Не показывать девочкам». Он убрал галочку «Звать девочек на тренировке». В смысле, поставил эту галочку. Убрал галочку «Не звать девочек» и нас завалило девочками на тренировках. Все просто. Это все СММ. То есть одна галочка держала. Одна галочка все решила, да. Сдерживала женское ИСБ. Это как вот эта, знаете, «Игра престолов». Там вот эта стена, которая отделяет мужское ИСБ от потока женщин. И там просто галочку убрали, стена подрухнула, и все. Мне кажется, все совпало, потому что, ну, и современная повестка за последние годы очень направлена на как раз-таки женщин. Что женщины везде, женщины... Пусть это им так кажется. Ну, если честно, меня даже немного утомило, что в каждом первом фильме сейчас главная героиня – это женщина. Поэтому она тоже... Умная, сильная азиатка. Да, Максим. Чемченокожная. 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 Вот, да. А на тот момент в зале было много девочек, но все занимались фехтованием. И меня это поразило, потому что... Фехтоваем щит-меч. Да, в основном фехтованием щит-меч. Нет, Лиза была она либо... Лиза – это наш крест. Мы ее получили очень давно. Лиза – восхитительный человек. Лиза – замечательный синий дракон. Лиза, да, синий дракон. Она не человек, да, извините. Вот. Я забыл. И так как мне хотелось массовые, я задумалась над тем, как же это сделать, ну, как же вот этих всех девочек подбить на... То, чтобы тренироваться вместе, и чтобы они захотели тоже в массовые. То, что, ну, будем честно, не все хотят массовые бои. Далеко не все хотят массовые бои. Не только девочки, кстати. Да, не только лишь девочки, да. Ну, я говорю про тебя тоже. Понял о коме говорили, да? Мальчики, да, которые хотят фехтовать, и только фехтовать. Которые не хотят, ну, идти в массовые бои. Он хочет. Успехи есть. Я хочу сказать, что на самом деле очень важное понимание, что когда женщин в женскую команду собирает мужчина, а женщины с недоверием к этому относятся. Потому что ты говоришь, что, девчонки, сейчас все оденемся на успех, как выйдем, как сразимся? И они не отвечают на твои вопросы. Почему? Потому что они, наверное, в голове прокручивают. С кем это мы сразимся? С вот этими трехметровыми жлобами, которые сейчас друг друга под потолок подкидывают, там, не знаю, кувалдами бьют? Что-то, говорит, мы, наверное, не хотим. То есть это очень важный момент. И когда тебя собирает женскую команду женщина, которая, в принципе, говорит, что все будет нормально, смотрите, у меня же получается, и у вас получится. И сразимся мы с женщинами. Это тоже важный момент. Нет, все было немного не так, Алексей. Но выглядело именно так. Нет, как мне потом рассказали девочки, на тот момент я была пострижена на лосы, и когда к тебе подходит достаточно большая, лысая девочка и спрашивает, не хочешь ли ты подраться? Это недоумение вызывает примерно такое же, как и когда к тебе подходит огромный мужик и предлагает сходить на массу. То есть все-таки ты был как бы таким проводник между миром женщин и миром эсболицы? Это был абьюзивный маркетинг. Вот. Но, тем не менее, они пошли. Боялись сказать нет. Да, во-первых, один боялись сказать нет. Во-вторых, тогда как раз появилась экспериментальная номинация «3 на 3 софт», в которой очень хотели, чтобы мы поучаствовали. Женская иметь. «3 на 3 софт женская». Да, и женская, и мужская. И как раз Франко тогда начинал тоже с софта. Да, это была абсолютная жесть, потому что ничего не понятно, что происходит. В мягком снаряжении это не тяжело, но очень больно. И так как у меня был хотя бы какой-то бэкграунд из единоборств, мне было совершенно не страшно, потому что мне прилетать не в лицо и не в корпус, а в защиту и в защиту. А девочкам было очень адреналиново. Я помню, как они переживали из-за этого. Потому что они еще и драться не умели, и оружием владеть не умели, и вообще очень непонятно все было. И нашим первым тренером стал Алексей. Я назначили. Ко мне пришли и сказали, Алексей, пожалуйста, научи нас чему-нибудь. И вот эти первые, так сказать, тренировки женской команды, я вспоминаю, это как битва медленно ходящих женщин, которые сцепляются жангонами, раскачиваются и обычно падают вместе. Жангонами? Вот. Это такие, ну, тентаклими, я не знаю. Но когда они схватились и не могут расцепиться, понимаешь? То есть они, они вот все, они... Ну, короче, это было такое, как бы, заря женского СБ. Я когда смотрел на это, я думал, господи. Это выглядело вдвойне забавно, потому что мягкий зал, там, где мы дрались в мягкой экипировке, он, это такой, отдельная такая была коробочка такая. Из которой не говорится. А на второй этаж еще шла лестница. И обычно вот парни собирались вдвое этой лестнице и наверху на балконе, чтобы посмотреть, как в этом маленьком загонщике женщины пытаются друг друга бить, и они показывали пальцами, хохотали и в первое время даже не давали совета, а просто развлекались откровенно, глядя. Ну, потому что было совершенно непонятно, во что это выльется. И мы могли предполагать, что это вообще максимум все. Вот это вот квинтэссенция женская. Ну, понятно, что Леха просто не может сбежать. Не, я не то, что не мог сбежать. Я же как бы подписался, я подумал, ну, давайте пока так. Потом попробуем какую-то... Потом уж перебесяться и чертся. Потом попробуем какую-то тактику. Ну, вдруг получится, да? Но получилось даже лучше, чем хотелось. На самом деле, женская СБ развивалась примерно так же. Раньше, когда девочки выходили драться в доспехах, даже на всяких международных соревнованиях, где было много команд, они хватали друг другу у Бортика, и все, на этом конец. И Бортик тоже. И поэтому даже такая шутка развилась, как богомерзкая женская СБ, потому что она занимает огромное количество времени турнира. Организаторы турнира не хотели его проводить, потому что это все. Они сцепились, все, можно 20 минут отойти. Я от вас нахачиваю, да? Да, ну, даже я тебе скажу. Квинтэссенция этого всего была... Вот мы ездили в Амстердам, и там была грязь, дождь, отвратительная погода. Было еще холодно. В Голландии, кто был, тот знает. Было еще холодно. И вот эти женщины, они... Причем, с одной стороны, были вроде как наши женщины из Катюши, то есть как вроде сборная России, ну, то есть совсем неплохие женщины. А с другой стороны были тоже женщины, там были украинки и так далее, и они были тоже неплохие. И они сцепились, и все! И это все происходило в течение 20-30 минут. Они пытались выяснить, кто из них более или менее. И потом комментаторам пришлось на Ютубе извиняться, и везде извиняться, потому что мужские шовинистские высказывания по поводу... Там была потрясающая мысль такая. Один из комментаторов сказал, что муха, которая сейчас движется по моему экрану, передвигается быстрее, чем эти бойцы. Да там много, кто был комментатором! Вот, и турнир этот, разумеется, проходил в Европе, и поэтому они не могли отказать этим женщинам. Когда я приходила в женское СБ, я как раз-таки самая распространенная, что я слышала, это выражение богомерзкое женское СБ. И, в общем-то, я не могла с этим поспорить, потому что разница была очевидна. То есть я пришла из единоборств, в которых, когда ты смотришь женские поединки, ты не ощущаешь особой разницы. То есть дерется мальчик с мальчиком – это одна скорость, дерется девочка с девочкой – это почти такая же скорость. Такие же усилия, такая же мощь и так далее. А смотришь на мужские бои в СБ – это динамично, сильно и жестко. Смотришь на женские бои – это совершенно другая скорость, и все иначе. И вот это меня как раз-таки замотивировало при формировании нашей команды совершенно по-другому к этому подойти. То есть мне хотелось быть хотя бы наполовину как мальчики. То есть пускай это не в обиду будет сказано всем представительницам женского СБ, которые гораздо опытнее и старше меня, но когда я начинала, я вдохновлялась мальчиками, не девочками. Мне хотелось драться, как мальчики дерутся в СБ. Ну, слава богу. Да, и поэтому, может быть, мы немного по другому пути изначально шли. То есть мы ориентировались на то, как это происходит у мужиков в полном плане, то есть при осознании того, что нам вместе тренироваться не нужно. Я часто просто слышала мнение о том, что ну что вы там, сильный, независимый, готовы драться с мальчиками. Да, мы готовы, но я не вижу в этом смысла. Согласен. Когда у тебя спарринг-партнер и так тяжелее тебя минимум на 10 килограмм, а чаще еще и больше, при добавлении доспеха и умении владения оружием это меняется кардинально. То есть ты просто не можешь делать ничего, и ты просто декоративное украшение, которое ходит и просто потеет доспехи, пытаясь что-то, не знаю, постучать кому-то в спину. Ну и самое главное, у тебя, как у бойца, формируется неправильный паттерн. Да. То есть вместо того, чтобы быть агрессивно атакующим бойцом, ты сразу сходу на себя применяешь роль пассивно обороняющегося, просто потому что ты физически слабее, меньше, у тебя скилла меньше и так далее. Да, и ты не можешь отработать никакие технические моменты, просто потому что не можешь. То есть, ну как бы, не знаю, нужно быть, не знаю, огромной девочкой, чтобы ты могла прям ворваться в это все сразу и сразу пытаться что-то сделать. Почти всегда, то есть даже при равных габаритах, да, мужик все равно сильнее женщины. Да не, почти всегда, это просто физиология. Физиология, да, это нормально. Поэтому согласен тоже, что девочкам не нужно драться с мужиками, потому что если мы хотим, чтобы женское СБ не отличалось от мужского, было динамичным, агрессивным, взрывным, тогда нужно просто в девчонках, в бойцах формировать именно вот эти навыки, а для этого их точно не нужно оставить с мужиками. Ну и это справедливо, на самом деле, для мужских команд тоже. То есть, если у вас есть, в одном зале тренируются люди разного уровня, то, конечно, нужно составы, ну, либо их балансировать очень сильно, либо вообще практиковать, в том числе, и бои внутри одного уровня. Ну, вроде как вещь очевидная, но мы в свое время не сразу к ней пришли. Ну, мы знаете, как пришли? Мы пришли, у нас был момент еще в том прекрасном, великолепном зале на Ваське, и мы просто тупо всех людей, которые все, которые были, поделили на две команды. И разделение было такое. Вот у тебя есть вот эти люди, они четко с тобой зафиксированы. Вот эти люди зафиксированы за другим человеком. Если кто-то из этой команды не пришел на тренировку, значит, вы деретесь в том составе, который у вас есть. Те, кто пришел. Это, во-первых, мотивировало людей приходить на тренировки, а, во-вторых, это мотивировало людей, даже тех, которые были слабее, да, объективно, становиться сильнее. Потому что иначе твоя команда просто проигрывала. Ты, так сказать, являлся той слабым звеном, которое максимально быстро уничтожали, чтобы потом заняться теми, кто посильнее. Но, опять же, это не значит, что нельзя проводить такие бои. Потому что иногда девчонки у нас участвуют в тех же боях, что и мужики. Но есть определенные все равно задания, есть какие-то нюансы. И это не основная часть спарринговой сессии. Ну, то есть ты скорее как бы как отработки используешь. Да, да. Ну, скажем, вот мы делали такой вариант, когда у нас есть девчонки, но парни не могут их атаковать. То есть парней это постоянно напрягает, что есть кто-то, кто их может ударить, а девчонки практикуются там сносить с ног заведомо более тяжелых людей. Как сложно это все было? Там хватило девушки, чтобы создать команду? Как долго вы создали команду? Вы там выбрали все угодно, просто чтобы поставить состав или... Так, изначально я звала на женские тренировки всех девочек, которые были в зале. Которые были фехтовальщики в тот момент. Да, да. А там были только фехтовальщицы. Вообще всех, на самом деле. Да, вообще всех девочек, да. Но в основном там были фехтовальщицы. Большинство из них, на самом деле, были не очень интересные командные бои, но было интересно попробовать. И плюс они уже какое-то время тренировались в зале и не особо взаимодействовали со всеми. А это была возможность пообщаться и как-то сблизиться. То есть девочки с девочками. Для меня это было изначально... Сейчас уже гораздо проще. Изначально было тяжело, потому что я интроверт. И взаимодействие с людьми у меня вызывает некоторые трудности. Тем более, когда их нужно объединить, придать им какую-то идею и замотивировать заниматься спортом больше, чем им бы, наверное, хотелось бы. Вот. И начали тренироваться на мягком. Все почувствовали вкус крови, и многим это понравилось. Некоторые честно сказали, это не мое. И пошли обратно в фехтование. В общем-то, ну, как бы, ну, все вполне логично развивалось. А потом быстро появился интерес к доспеху. Как только мы поняли, что мы уже можем как-то эффективно взаимодействовать на мягком, захотелось одеть доспех и попробовать то же самое повторить. С этим было сложнее, потому что у нас на тот момент на Васике был огромный склад доспехов, но эти доспехи были в основном огромные, мужские, старые, стальные, полуторка, двойка. Либо один-два моих старых комплектов. Да, либо, да, старые комплекты. Но ты еще тогда не поменял. У тебя еще были... Да, да, Максим и Евгений, и Астафьев являлись спонсорами женского... Да, 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 да. Потому что они два карлика, и их доспехи почти хорошо подходили женщине. Да, да, да. Мы ходили за мальчиками, особенно если этот мальчик был примерно габаритов, как ты. Ждали, когда он умрет. Они отжимали, отжимали его доспехи. То есть в какой-то момент, знаешь, я в своем шлеме дрался меньше, чем девочки. То есть я в своем шлеме дрался раз в неделю, да? И три раза в неделю дрались разные женщины. Вот, да. Тортик мне потом принесли, приятно было. Без груши, гол. Вот, да, мы начали потихоньку тренироваться. Очень хорошо запомнилась моя первая доспешная тренировка, которая проходила в качестве сборной тренировки в Москве. То есть первая доспешная тренировка, это была сборная тренировка в Москве. Это когда сдохни или умри. Да, то есть я помню, как я собрала все доспехи, которые мне дали. Приехала в Москву. Дима Кунченко спросил у меня, ну, типа, готова ли я. Я сказала, что это моя первая тренировка. Он такой, ну, пиздец. Очень жаль. Да, да, да. Вот, и в принципе на первой своей тренировке я умерла всеми возможными способами. И зато поняла, что, в общем-то, это тяжело. Это очень тяжело, но это не так страшно, как, наверное, представляется со стороны. То есть, ну, потому что на тебе доспех, на тебе защита. То есть после полноконтактных боев это, в общем-то, уже не так страшно. Я когда-то встречал их после этого мероприятия в Питере на машине. Я такой, а они с Лизой такие приезжают. Да, мы с Лизой поехали. И были такие, знаете, когда человек уже потух, и потом у него немножко теплится сознание и немного теплится энергия, чтобы дойти до той машины и там вырваться. Самое яркое воспоминание, что я сижу в Сапсане, и мне больно все. То есть, ну, мне нет такого положения, в котором мне менее больно. Я просто сижу, и мне просто больно. То есть, мне просто болит весь организм. Ну, вот мы и узнали почти все о женском СБ. Конечно, большую часть разговора придется вырезать или поместить на Бусти, потому что просто так, мне кажется, это слишком много для обычного зрителя. Я думаю, что было интересно. Пишите, понравился ли вам формат. Мы пригласим еще кого-нибудь. Может быть, даже женщину. Ну, было очень приятно. Подписывайтесь на Бусти, на канал, ставьте колокольчик. Что там, подписывайтесь на канал Максим? Майона. Подписывайтесь на группу ВКонтакте Альфин. Еще раз, это едва ли не образцово-показательная группа команды СБ. У них не так много подписчиков, потому что все-таки женская СБ. По-моему, интересно, да? Но очень классная группа. Подписывайтесь. Да, ссылочка там будет внизу. И школу СБ приходите, она снова есть, она крутая. Особенно девочки. Даже душ вот уже вот появился. Серьезно, народ, кайф, приходите. А это душ.